Матч между командами «Урал» и «Зенит» закончился со счетом 4-1, победила команда «Котей» и главный тренер сбойного клуба «Зенит» мистер Андрей Вилашкош готов поделиться своими впечатлениями о матче против «Урала». Пожалуйста, начинаем с комментариев. Я думаю, что мы были очень хорошей игрой. Мы играли очень хорошо в первой половине и втором половине. Конечно, мы играли в первой половине более чем в троте пол. В тот момент мы были очень много игроков. В начале мы играли много игроков и игроков. Но, после этого мы играли в чем-то лучше. Мы были уверены, мы были сильными физиками и татиками очень хорошими. И я успел создать много возможностей. Я думаю, что результат очень хороший для команды. Индивизионная перформанска от игроков была фантастикой. И я очень рад, чтобы вернуться в конкурсию. Я думаю, что мы провели очень хорошую игру сегодня. Действовали хорошо оба тайма. Вначале мы допускали определенные ошибки. Но после того, как сумели забить первый гол, ситуация складывалась уже в нашу пользу. Вначале были небольшие проблемы с длинными передачами. Урала с кроссами. Но затем все изменилось. Я думаю, что сегодня все игроки провели очень хорошую игру. Действовали хорошо с точки зрения тактики. И в физическом плане не было никаких проблем. Поэтому это очень хороший для нас результат. И, безусловно, приятно, что мы продолжаем находиться на первом месте в турнировой таблице. Спасибо, коллеги. Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, не забывайте переставляться, называть свои СМИ. И потом сделайте вопрос. Да, пожалуйста. Данил Полевота, Советский спорт. Андрей, каковы перспективы на попадание в основной состав «Зенита» у Каджинезова, Кридаева, Васильева и Рудакова? Потому что этим парням играть на чемпионате мира, скорее всего, придется защищать честь нашей сборной. Но они не попадают в большинство. Продолжение следует... 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 В Зените исключительность прицелов на лигу чемпионов, особенно в условиях какого-то значайшего лимитра, понятно, что не будут приниматься крайне редко. Когда делают угроженные лиги, унимирующие планицы, унимирующие ограничения, вы играете один из планиров, чемпиональный лиг, вы менять на Чидo, это гораздо сложнее. Это гражданское тяжелое, поэтому мы совсем не сделаем таких проблем, у них ничего не возможности. Не Warsкалка, когда в Киеве один лет унижается вовремя, так как называется Зените, что называется Зенит, он знает его. players in the year that we could make it more special we lose this opportunity да не рандон это безусловно топографии но поймите что невозможно иметь две команды одна из которых будет выступать в одном соревновании а другая будет выступать в другом соревновании такой ситуации тем более невозможно бороться с теми кто не имеет никаких ограничений такого рода имеет в том числе не ограниченные бюджеты не имеет никаких лимитов нужно в этой ситуации находить баланс и безусловно для нас это очень сложная ситуация и понятно что она скажется на нашем нашей компании в лиге чемпиона потому что в тот год когда им зенита когда бренд зенита находится в первой корзине мы хотели привлечь в наш клуб новых сильных игроков мы вынуждены отказаться из-за ограничений которые вводятся все спасибо